Вот как гардероб не подбирай, Ставропольская погода всё равно подкинет сюрприз. То тёплый день перед Новым годом, то ливень в начале января, а то и 15-градусные морозы почти без снега. Даже синоптики говорят, что средний покров не больше двух сантиметров по краю. Так что без снеговиков в этот раз. Но зато гололедицу никто не отменял. Так что будьте внимательнее, чтобы не упасть лишний раз. Он каток, причём возле садика, причём не поступает, но очень скорость. Это наша ведущая. Александра Слободская сняла по пути в детсад. А сын даже утеплиться предложил. Со льдом под ногами так или иначе столкнулись все жители Ставрополья. Хотя на борьбу с последствиями зимы бросили серьёзные силы. Больше 250 коммунальных машин. На всех машинах установлены системы ГЛОНАСС. Поэтому в диспетчерском пункте мы всегда видим, где, сколько работает дорожная техника. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с Государственной инспекцией безопасности, дорожного движения. Благо, этой зимой перекрывать трассы для обработки из-за непогоды ещё не приходилось. А вот что касается уборки дворов от снега, то это целиком и полностью вводчина управляющей компанией или товарищества собственников жилья. По нормативам на уборку придомовых территорий коммунальщикам даются сутки. Если реакции никакой не происходит, соответственно, обратиться к нам в управление Ставропольского края государственную жилищную инспекцию. Код Ставрополя 865-2-26-74-14. В течение дня инспектора отрабатывают с ответственными лицами за уборку придомовой территории и вопрос закрывают. Впрочем, за первую неделю нового года в колл-центр поступило только одно обращение. Чутко за погодой следят и аграрии. Зима может как улучшить ситуацию на полях, так и сильно навредить озимым культурам. По сообщению Министерства сельского хозяйства, к началу января взошли 99% посевов. И резкое понижение температуры на грядущий урожай критично повлиять не должно. В центральных и восточных районах снежного покрова нет. Сегодня мы имеем на узле кущений минус 8 градусов. Наблюдение ведем. Но заскучать зиманам в ближайшее время не даст. Морозы, хоть и не такие сильные, будут и дальше держать в тонусе. В ближайшие дни осадков не ожидается. Но произойдет усиление юго-восточного ветра в отдельных районах до 23-28 метров в секунду. И морозы сохранятся. А вот к выходным стоит ждать потепления. Температура выше нуля и без осадков. Так что запасайтесь терпением и теплой одеждой. А в ожидании первого заслуженного в этом году уикенда Никита Шишков и Андрей Яценко. Ставропольское телевидение.